рады приветствовать мастерской елены и владимира и сегодня у нас новое действие которому мы вас призываем это рисование с нами вместе будете делать вместе с учителем если вы нас считаете своим очень с большим удовольствием передадим вам новые знания которые помогут вам легко и просто перейти к рисованию человеческих образов для того чтобы как бы натюрморты спасибо им они всегда с нами но нам надо уже стараться рисовать человека нам надо уже рисовать однофигурные двухфигурные многофигурные композиции а для этого надо понять что человек это абсолютно другое как бы существо это живое существо так так же как деревья также как животные и мы с вами прежде всего должны познакомиться с сами с собой кто мы такие почему мы рисуем почему мы несем другим людям живописную информацию что мы хотим сказать своих картинах и как это сделать чтобы не быть фальшивыми так все-таки для этого мы вот с Володей и с Пашей решили начать действовать с вами вместе и вот кто сегодня будет с нами прямо сейчас будет писать с нами автопортрет тот получит великую инициацию что такое инициация это передача напрямую информации от учителя к студенту который который которая не имеет препятствий инициация не имеет препятствий если только открыто сердце студента и если открыты знания учителя а так оно и происходит именно сейчас и вот у нас автопортрет сегодня 40 на 50 я надеюсь вы подготовились да и давайте сейчас вместе и будем начинать сейчас быстренько пару минут я рассказываю почему это надо сделать вот наш учитель рембрандт да и он постоянно делал автопортреты беспрерывно вот рисуночки автопортрета и конечно вот это живописная маленькая картина возле нее мы прям очень долго стояли она где-то 24 на 19 но оторваться невозможно какая красивая и конечно же вот автопортрет саски уже и сама композиция с его образом он себя переодевал постоянно поэтому я тоже прошу вас какие-то вещи иметь чтобы возможно вы какой-то образ из себя создали и вот к исполнению конечно этого действия которая сейчас будет я приглашаю только тех людей которые студенты которые обладают знаниями живописной техники blade and socks art technologies эта техника зарекомендовала себя ну абсолютным таким многогранным форвардом там где можно эту технику и минимально использовать которые мы сейчас сделаем действие и расширять ее в различных направлениях и увеличивать в действиях которые будут помогать этой техники добиться результатов того чего вы хотите сказать людям живописными методами вот и конечно же вот особое пожелание это пройти анатомическую живописную схему владимира ильичева череп человека кто не прошел тот возможно еще это успеет сделать если он обратится к павлу и там есть техникой blade and socks владимир рассказывает как делать череп человека как делать кисть анатомическую кисть тоже человека и он рассказывает какие мышцы там какие кости что для чего как как что вставляется анатомию четко рассказывает чтобы мы не рисовали только внешний облик мы должны знать что внутри нас существуют кости мышцы связки кровеносная система в общем то анатомические все дела мы должны примерно знать не так допустим как медицинские работники но вот как бы такие основные анатомические знания должны быть всегда при нас когда мы подступаемся к рисованию человека вот и подготовим холст 50 на 40 и исполним автопортрет с натуры только с натуры рисуется автопортрет никаких фотографий никаких зарисовочек никаких подглядываний никаких как вам сказать возможных интерпретаций себя не надо делать надо сначала понять кто мы такие ну давайте подумаем кто в нас заставляет глаза смотреть куда надо рот разговаривать ухо слышать нос нюхать руку трогать кто нас это заставляет делать я думаю что кто-то внутри нас да в районе сердца которое и называется дух человека да значит человек это дух который надо обязательно показать в автопортрете и вот конечно же автопортрет надо делать наедине с собой в своей мастерской в своем месте силы да вы все знаете что у вас должно быть организовано место силы куда никто не заходит там где нет проходного двора и конечно вам надо сделать так чтобы освещение было в данном случае у нас слева и сверху да ну темно на улице поэтому если темно на улице надо приобрести искусственную лампу белого света тогда мы будем подобие делать натурального света вот только тогда мы сможем показать настоящий цвет лица настоящий цвет радужки белка глаз кожи руки кожи щеки и допустим цвета волос только при естественном освещении ну сегодня уже темно поэтому мы воспользуемся искусственной лампой вот и вот под руководством меня сегодня вы пройдете правильный путь знакомства с собой нам не обязательно рисовать похожесть не стремитесь сделать прям копию ваших черт лица постарайтесь понять кто изнутри ваших глаз кто смотрит на вас в зеркало да зеркало перед вами стоит вы сидите смотрите в зеркало и вы стягиваете образ свой да с тех черт которые на вас смотрят ну и заодно вы рисуете то состояние духовного наполнения которое на вас смотрит вам улыбается допустим вы себе придумали если мы сейчас оденем какой-то образ на себя головной бор там украшеница браслетики да одеждачку какую-то оденем которая немножко нас преобразит в какой-то другой образ вот перед вами сейчас автопортрет который я сделала в 40 лет на свою первую персональную выставку в музее западного и восточного искусства в Одессе когда было принято наряду с натюрмортами с пейзажами еще и выставить свой автопортрет чтобы люди знали откуда откуда вообще из какого образа художник диктует все остальное то что нарисовано на остальных двадцати одной работе или двадцати семи работ сколько там было не помню в общем то мы изнутри себя всегда другие чем внешне внешне мы иногда уподобляемся давайте-ка я улыбнусь давайте-ка я погрущу давайте-ка я слезу пущу а внутри нас происходит абсолютно другие состояния когда вот перед засыпанием когда ложимся спать и перед просыпанием мы являемся сами собой поэтому сегодня знакомство с собой и не бойтесь не бойтесь как бы сделать неправильно просто пройдите за мной этот путь легко и просто и вы потом сможете и других людей рисовать вот ноночка была у нас в гостях вот ноночку нарисовали да вот такой образ да девушки но она была одета в восточные ткани с восточными украшениями и абсолютно как бы чуть-чуть по-другому мы посмотрели на эту девушку и сделали такой образ который не требует бравурных аплодисментов вот я сегодня тоже вас прошу не надо этот автопортрет готовить к какой-то выставке или пытаться кого-то переплюнуть с кем-то посоревноваться не надо это делать просто идите за мной и получайте эти знания для вашего будущего действия в человеческих образах ну и конечно же если вы будете послушны то приобретете незабываемый профессиональный опыт рисования портрета человека с помощью носка и лезвия и из вас изнутри этого холста будет смотреть правда духовного посыла не внешняя похожесть а ваш духовный посыл будет глядеть на вас из этого холста если вы сейчас не побоитесь и приоткроете этот дух для самого себя вот вот и посмотрим чем я буду отличаться от своей сорокалетней потому что время идет человек меняется и все что происходит с человеком это прекрасно поэтому сейчас некоторое преображение будет вот я хочу себе такую одеть на голову холобуду которая продолжит разговор вот этого вот этой сорокалетней Елены которая издалека назывался портрет потому что почему-то я себя считаю путешествующей по Тибету вот там горы сзади и вот я одеваю на голову вот такую штучку вы тоже найдите себе какую-нибудь если вы не подготовили да то просто может быть или капюшон или косыночку или какую-то кепку может быть вот так вот знаете назад а я буду продолжать путешествовать по Тибету и посмотрим куда он меня приведет этот Тибет в какой-нибудь монастырь так и я вот сначала вот это украшение чуть-чуть подниму а еще одно сильно макияжем сильно не злоупотребляем перед тем как пишем автопортрет ну немножко можно да там чуть-чуть реснички подкрасить да губки и обязательно вот смотрите я смотрю на себя и сейчас мы начинаем с вами делать автопортрет а вы тоже напиндюрьте что-нибудь себе на голову такое интересное и будем начинать так вот так я хочу некоторую асимметрию сделать и вот смотрите сейчас я беру холст ну что давайте белила свет у нас слева поэтому голландский принцип отсюда немного темнее так вот наш холстик 50 на 40 давайте белилка это ты посоветуешь тем кто хочет в прямом эфире с тобой вместе писать свой автопортрет да конечно только свой мой не надо писать автопортрет ну что сделать ничего вот так действовать за мной да конечно только за мной спокойненько действуем так теперь набелилка видите я накидываю араратик только набелилка видите вот так араратик пальчиком сегодня легко и просто пройдемся главное чтобы вы поняли действие которое мы делаем нам понадобится наверное полтора часа посмотрим во я не могу найти кое-что носки носки не могу найти иди мне давай носки они где-то эх куда их сунул один нашла носочек вот там где-то есть еще носки так кобальт фиолетовый на эти же накидываем вот так где-то подготовила два чистеньких носка по-моему вот в той так кобальт фиолетовый на эти же вот там 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 чистые там есть где-то два чистых должны быть вынь все там вот еще 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 вон они два чистых спасибо спасибо так два носочка у нас есть и давайте марсика немного возьмем и тоже сюда же в эти же так так а теперь а теперь давайте еще кое-что сделаем давайте охра светлая кисточку охра светлая белила пройдемся по периметру хоть немного так и теперь фобольт зеленый с белилком кадмий красный пройдемся по периметру хорошо нам надо все-таки какой-то цветовой сделать на шлепочек так и вот сюда все хорошо а теперь соединяем смотрим чего-то не хватает может быть марсика действительно вот там где сам портрет будет там надо сделать чуть-чуть потемнее все потому что мы же будем вынимать туда смотрим может быть что за волосинка может быть кобальт фиолетовый марси вот сюда да в теневушку портрета Леонардо нас научил что самое выгодное освещение идет если вы слева и сверху вверху двойное освещение да поэтому кто еще не попробовал действовать как Леонардо в фрагментарных ситуациях тот может приобрести фрагментарные ситуации и пробовать действовать как Леонардо да винчи нас учил двойным освещением так что фрагментарные ситуации не только для натюрморщиков там есть очень много знаний и для тех кто хочет уже заниматься рисованием человека с натуры вот так вот накидываем накидываем потом посмотрим одежду сверху так еще охрочки немножко вот сюда дадим там где лицо свет на лице так и еще хочется немного кобальтика зеленого кадмия красного такое серая дымка я продолжаю гулять по Тибету я очень люблю мы очень любим наша семья очень любит фильм семь лет в Тибете с хорошими такими с Брэдом Питом да там тоже известнейшие актеры и даже с Дабкунайте такой прелестнейший фильм хорошо вот такой монохромчик ну хотим если давайте психонем и сделаем немножко темнее собственного прям Марса я взяла Марс кобальт фиолетовый вот территорию собственной вот так мазанем и еще мазанем там где у меня будет головной убор вот он темный вот он я тоже мазану темненьким да так ну одежду посмотрим одежду тоже можем потом потемнее сделать а пока действие такое лезвие давайте лезвиком посоединяем красочки между собой вот 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 он наш прекрасный распространитель краски это архитектурное лезвие а начиналось знаете с чего лезвие Нева помните было у папы воровала он бред с этим лезвием я ворвала лезвие Нева и делала подмалевочки распространение краски которая незаметна для зрителя потому что мастихин и все остальное это очень как сказать железо видно нам не надо железо показывать так сейчас секундочку мне надо кое-что еще выдавить себе красочного слоя побольше держите всегда наполненными три краски на палитре кобальт фиолетовый марс арара ну конечно можно знаете психануть и все сделать на умбре на одной умбра это тоже смесь двух красочек сразу себе подозреваем где будет лицо где шея где грудина да и автопортрет он такой сейчас вам скажу он не предполагает рисование руки руку мы будем рисовать тогда когда может быть если вам это действие понравится и мы с вами перейдем на погрудный портрет и мы тогда исполним и руку может быть когда-то мы придем с вами и к портрету поясному а потом и по коленному так так сейчас давайте теперь кобальт фиолетовый араратик накидаем видите я в темной кофте а вы может быть вы накидаете свою какую-то кофту я хочу сделать крутую асимметрию крутую асимметрию вот она я ее сейчас две секунды чтобы не запачкаться крутая асимметрия вот она конечно хорошо что есть вовина кофта я хочу вот так я хочу вот так так и вот я сразу видите рисую территорию той темной ткани которая покажет во что я одета примерно в том портрете когда мне было 40 лет в 98 году я была просто в капюшоне ну в такой в такой кофте которая имела глубокий капюшон и там вот сам образ мне подсказал где я нахожусь в каком месте на планете вот так в своем воображении а вы тоже придумайте себе тот или иной образ который вам интересно из себя представить потом посмотрим вы нам я надеюсь поприсылайте свои портреты и мы будем обязательно как сказать рассматривать их и вы будете сами голосовать хорошо будете ставить лайки тем портретам которые с вашей точки зрения самые удачные потом победителей наградим так нашу любимую газетку давайте действуем сначала лицо смотрите чтобы красочки было немного немало еще одно хочу сказать возраст не рисуем а вот красоту можете улучшить нарисуйте пожалуйста себя более красивой чем вы как бы про себя думаете так можно сказать допустим если кому-то не нравится длинный нос можно чуть-чуть укоротить да если кому-то не нравится большой рот можно как уменьшить да если кому-то не нравится что человек немножечко уже имеет морщины можно эти морщины не рисовать правильно так вот смотрите сюда надо дать вот сюда смотрите чуть-чуть потемнее понимаете почему чтобы свет на лице работал вовсю кобальт фиолетовый арара там и вот не забывайте менять газетку потому что грязная газетка она составит и грязные сочетания красок так давайте слева от лица сделаем немного потемнее фон хорошо и вот так его газеточкой я сразу и вот эту свою шапку шапка сделана из какой-то с какого-то воротника старинного который мне подарили во Франции и можно из любой ткани себе какую-то чалму придумать какую-нибудь какую-нибудь короче халабуду на голову которая вас превратит и другого человека так и все и заканчиваем газеткой вы знаете знаете раньше мы с Володей не делали знаете чего мраморного глинцевания может и сейчас не будем делать мраморное глинцевание это знаете для каких картин сказать вам для тех которые идут на выставки на продажи красивейшие а у нас сегодня совсем другая задача с вами может сделаем небольшое мраморное глинцевание хотя посмотрите какой красивый да подмалевочек как будто бы в каком-то мистическом пространстве и вот я думаю что достаточно так вот в разные стороны и вот если кто-то еще не знаком с рисованием портрета то прошу вас запомнить сейчас штамп действия ну давайте первым делом я хочу убрать убрать вот эту вот грязь с палитры так вот я уберу и мы начинаем следуйте за мной и запоминайте как мы это все делаем потом будете этот штамп использовать всю жизнь так я еще раз себе выдавлю смотрите охрочки немножко светлой охрочки золотистой араратик должен быть дальше дальше давайте чуть-чуть выдавим красный кадми оранжевый все понемножку мы не очень много сегодня будем цвета давать так и три белилка раз два три понемножку так и мне придется вот так убрать челку чтоб все-таки если кто-то из вас рисует лоб то начинаем мы всегда с того что показываем людям как соединяется головной убор с вашим лицом и вот я вот так вот конечно очочки свои одену на нос и буду действовать ставлю немного ниже сильно высоко мне вы тоже поставьте так после подмалевка свою работу чтобы вы были напротив глаз своего образа так сейчас стоять о ровненько ставим и вглядываясь в себя начинайте себя стягивать образ конечно повернитесь немножко в какую-то сторону посмотрите как лучше или смотреть на себя когда вы повернетесь налево тогда свет больше будет на вашем лице или когда вы повернетесь вправо мне нравится когда я чуть-чуть больше повернусь вправо и конечно я сейчас еще чуть-чуть отодвинусь потому что мало света на лице в ваш холст должен быть очень близко к вам ну как близко полметра и сразу за ним вот оно зеркало вот и показываешь как должно быть ну когда рисуешь портрет как расположение покажи людям расположение всего что вот расположение два мольберта маленькое зеркальце и начинаем так примерно значит очень важно в какую сторону вы повернулись но давайте за мной давайте действительно повернемся вправо немножко хорошо освободите горло освободите горло шею и соединить соединение ее с торсом чтобы мы могли как бы все это повставлять еще раз напоминаю голова это шар да а лицо это одна треть головы ну давайте начнем значит какая какой у вас головной убор вот он да давайте сразу же середина головного убора вот она вот там все видно что я рисую да все середина головного убора является средней серединной линией вашего лица давайте сразу пойдем от серединной линии сразу видите мы сначала ничего не рисуем Ну, разве что можете, вот, подбородочек, да, где будет подбородочек, да, сколько будет шеи, да, и немножко торса, немножко воротничка и немножко одеждочки. Вот, ну, я думаю, что вот так вот примерно, да. И давайте вот что сделаем. Прежде всего мы не рисуем обрез головы, а мы должны нарисовать среднесерединную линию, в какую сторону смотрит человек. В данном случае три четверти, да, вот пошла среднесерединная линия, середина лба, дальше нос, середина носа, вот она, середина носа, так, кончик носа, середина верхней губки, середина нижней губки, середина подбородка, так, потом середина шеи, и потом, если вы правильно одежду выстроили, то от еремной ямки, вот она, еремная ямка, от нее пошел в тимус, тимус – это межгрудье, да, вот сюда пошла среднесерединная линия, вот она пошла в межгрудье. Так. Больше натуральной величины не делаем портрет. Дальше, давайте. Как плохо, когда я в очках. Хоть бери. Кто-то рисовал себя в очках, по-моему, Шарден, да, в кругленьких маленьких очечках. Так. Ну что, теперь от среднесерединной линии мы спокойно можем двигаться в сторону бровей. Надбровные дуги давайте. Раз. Надбровная дуга. Марс, кобальт фиолетовый. Давайте сразу дадим темноту глазного, глазной впадины. Вот давайте сразу ее. Смотрим на себя. Смотрите на себя. Темнота глазной впадины пошла. Кобальт фиолетовый марсик. Да, это все-таки самый такой хороший цвет для тени человеческого образа. Так, есть. Вместе с бровкой можно. Смотрим. Смотрим, знаете, теперь что? Чистым марсом. Чистым марсом. Сколько от бровок, от глазной впадины, сколько идет расстояние до вот этих волосиков, которые вот, знаете, чуть-чуть волос видно, да, пейсики. Тоже можно кобальт фиолетовый марс. Вот, смотрим. Потому что дальше пойдет ухо. Оно тоже должно быть в пропорции. Дальше пойдет ушко. Вот оно. И смотрите, глазная впадина и ушко должны быть, как вам сказать, вашими. С себя стягивайте, пожалуйста. Вашими. Вашими. Вот оно. И давайте сразу, знаете, чтобы не нервничать, вот это, допустим, пошло, пошла бровка. Ну, вот она, давайте. Вот она, бровочка пошла. Да? Пользуйтесь то кобальт фиолетовый арарат. Да, вот он. Брови и волосы лучше делать. Как вам сказать? Кобальт фиолетовый арарат. Холодная, темная. А вот волосы лучше с марсиком. Марс, кобальт фиолетовый. Так. Ну, и самое главное. Вот, допустим, вот ухо. Да, у нас у всех уши расположены по-разному. Выше, ниже. Вот ухо. И давайте сразу вот что сделаем. И можно, с вашего позволения, чуть-чуть подсдеру пастос. А то сильно бушует пастос. И вот так на лице подсдеру немного, вот это прижму. Если хотите, будьте только очень аккуратны, чтобы все-таки осталось вот это вот, как вам сказать, месиво такое красивое. Так. Носочек продолжаем. Дальше. Так. Дальше пошли. Глаз. Ну, для того, чтобы глаз начать, давайте, вот она, надбровная дуга, не состоит только из одной волосистой поверхности. Она, вот она, косточка надбровной дуги. Давайте мы ее. Косточка надбровной дуги. Есть. Все понемножку делаем. Здесь не трогаем эту тяпнотушку, пусть она будет. Так. Бровку. Дальше, за вот этим светом надбровной дуги, давайте вот здесь немножко света сделаем. Протрем сверху надбровную дугу. Вы видите, сверху. У меня там падающая тень от шапочки идет. А если у вас нету, то, пожалуйста, вот так сверху тоже. Раз. Надбровную дугу. Раз. О. Так. Хорошо. И вот, несмотря ни на что, сейчас сделаем намек на переносицу. Вот она. Давайте даже просто прямоугольничек вот такой. Переносица. Вот она. Среднесерединную линию. Помните, да? И сразу, сразу над второй надбровной дугой, вот она, сделаем маленький свет. Ну, это и есть надбровная дуга, понимаете? Вот она. Маленький свет. Все, кто знают, как по шару распределяется светотень, помнят. Свет, запечатанный в два полутона. Тень, рефлекс, падающая тень. Так, поэтому мы всегда начинали с натюрморта, чтобы запомнить этот принцип семи действий распространения света. Так, хорошо. Есть. Давайте-ка мы быстренько сделаем еще одну движуху. Называется кобальт-фиолетовый Марс. Вторую глазную впадину. Смотрите. Кто поймает правильность распределения по овалу. Смотрите, вот овал идет. Видите? Вот он. Я его рисовать сейчас не буду, но вы должны... Вот он. Я нарисовала, да? Вы должны по этому овалу распределить две глазные впадины и надбровную дугу. Так, давайте. Чуть-чуть больше кобальтика фиолетовенького и сразу с бровкой вторую глазную впадину. Уже теневую территорию, да? Вот она. Вторая глазная впадина пошла. Моя. Так. Да, здесь придется светлее мне сделать фон, потому что у меня темный фон встретился со светом моего лица, а тень моего лица встретилась со светлым фоном. Голландский принцип. Так, пошли дальше. Бровка. Кобальт фиолетовый. Араратик. Смотрим на свою бровку. Как она идет, как она обрамляет глазную впадину. Если чуть-чуть вы ошибетесь, ничего страшного. И запомните раз и навсегда одно дело. Если вы правильно сделаете переносицу, то вам обеспечен момент похожести. Вы сразу похожую сделаете личность. Ну, давайте немножко потрогаем лобик, да, чтобы мы уже дальше спускались. Потрогаем лобик. Только помните, на лбу самое светлое это. Вот она. Смотрите, прямоугольничек сделайте, пожалуйста. Надбровная дуга со световой стороны. Это на лбу. У меня вот еще от шапочки идет упадающая тенька. И я вот так вот мягенько потрогаю этот лоб, не высветляя его сильно всего. Хотя, если у нас слева и сверху, то он будет светловатый лоб. И сразу, знаете, что делаем? Чем хорош носок? Двигаем красочку. Двигаем красочку чистым носочком в сторону тени. А тенька пусть остается такой, да, такой, как она и была в подмалевочке. У нас подмалевок уже сделал падающую тень, так. И теперь бровки, да. Вот свет на бровке. Не забывайте менять носочек, иначе будет тяжело. Свет на бровке. И лоб сам немного освещен, но не так сильно. А вот вторая надбровная дуга, смотрите, вот она. Тоже, вот она. Смотрите, раз. Прямоугольничек высветлили. Смотрим на себя. Держимся за среднесерединную линию. Вот она продолжает быть. И вот у нас глазики идут. Посмотрите, по чем они идут. Вот по этому полуовалу. Ведь это шар. Ну что, нос. Нос – это перевернутый кирпич. Давайте направление носа смотрим относительно. Сначала боковушку носа. То есть не боковушку, а торец носа. Вот он сверху, да. Смотрим по длине относительно. Помните, там, где была среднесерединная линия? Смотрим. Какой нос у вас? Да. Сначала торец. Потом боковушка. Вот она боковушечка. Начните с нее. Не надо весь рисовать. Начните. И вот теперь посмотрите на себя и на тот состав глазниц и носа, который на вас смотрит. Может, чуть-чуть ближе надо сделать, а может быть и чуть-чуть дальше. У всех разные глазные впадины относительно носика. Запомните, сейчас будет немножко, ну, как вам сказать, тревожно. Потому что из ваших глаз на вас смотрит тот, то существо, с которым вы, возможно, и никогда и не были знакомы. Поэтому держитесь за внешний образ для того, чтобы, извиняюсь за выражение, не испугаться внутреннего образа. Внутри вас клокочут различные подсознательные, различные интеллектуальные, различные философские, различные многослойные, интуитивные. Но вы знаете, что вы художник, вы несете в мир красоту, и Бог вас охраняет. Вот поэтому мы ничего не боимся и действуем. Давайте. Глаз. Глаз. Глаз состоит из верхнего века. Одной четверти глазного яблока нижнего века. И в этой одной четверти глазного яблока есть радужка, белок и зрачок. Это мы должны сделать на световом глазе. Давайте. Если надо поднять немножко, чтобы быть уже на уху, поднимите на 2-3 сантиметра. Действуйте за мной. И вы, когда будете рисовать другого человека, вы будете по такому же штампу действовать, как сейчас я вас веду. Вам уже не будет страшно, знаете. Не будете хватать сразу и лоб, и нос, и рот, и руку. А вы будете идти правильно и аккуратно по правилу действия. Правильный мазок верхнего века, который... Вот он, да? Вот он. Обозначит вам следующее действие. Левый мазок верхнего века... Вернее, правый, который... Давайте буду называть светлый глаз, темный глаз. Вот светлый глаз. Как только мы сделали верхний мазок верхнего века, вот он, да, мы как бы чуть-чуть закончили, да, верхнее веко, и сразу мы начинаем второе веко. Смотрим, насколько наши глаза друг от друга как бы отстранены. Вообще-то по правилам, как бы, золотого сечения между глазами должен поместиться еще один глаз. Ну, не у всех бывает такое счастье, да, иногда бывают и узкоглазые люди, и ничего страшного, они все равно красивые. Все красивое, если туда не лезет нож пластического хирурга. Все красивое. И даже старение красивое. Вот, ухоженные дамочки, Мэрил Стрип, да, те, которые себя не изуродовали в пластических операциях, очень красивые. Так. Я уверена, что некоторые бабушки, которые просто детским кремом смазывают лицо и молочком умываются, они гораздо красивее актрис, которые себя попортили пластическими операциями. Поэтому все, что нам дал Господь, это все нам принадлежит как красота. Так. И вот бровки смотрим. Может, чуть-чуть выше я. Вот так. Так. Смотрим расстояние между бровями и верхним веком. Очень важно. Пропорции. Очень важны пропорции. Так. Теперь давайте белок глаза. Смотрите, сделайте так, что ваша радужка будет смотреть на вас. А белок глаза займет вот какое место. Да? Давайте мы его аккуратненько. Не надо сильно белое его делать. Не надо. И сразу второй белок глаза в одно место должен смотреть человек. Не надо его, как это, косоглазым делать. Правильно? Поэтому количество белка должно быть, ну как, соразмерно. И все идет по этому полуовалу. Полуовалу, помним, да? Край глаза, слезник, радужка. И то же самое. По этому овалу идет слезник, радужка, край глаза по этому же овалу. Чтобы не прыгало ничего там. Глаза, когда прыгают, это от разных людей, это плохо. Так. А теперь быстренько нижнее веко. Вот так вот. Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть нижнее веко наметьте себе. И сразу у темного глаза, да? Мы называем темный глаз, который теневой. Вот он. Вот изнутри этого образа уже проглядывает кто-то, кого вы можете испугаться. Ничего не бойтесь. Это может быть мужчина, может быть женщина, это может быть кто-то из вашего рода, да? Это может быть кто-то, кого вы очень сильно любите, да? Просматриваться. Это, ну, то, что мы сейчас делаем, это великая магия. Это великая магия знакомства с собой. Еще посмотрите, может бровки чуть-чуть выше все-таки. Чуть-чуть, капелюшечку. Так. О. Так, хорошо. Кто-то начинает за вами подслеживать. Теперь, смотрите, нижнее веко чуть-чуть обозначили, да? Теперь под нижним веком продолжает быть глазная впадина, да? А мы с вами берем свет, который идет уже на щеке от нашего носа. Смотрите, опять повернитесь так, чтобы нос все-таки держал среднесереденную линию. Так, пошли вниз к краю носика, и вы уже можете смотреть, какой длины у вас будет нос относительно ваших глаз. Так, просматриваем. Какой длины, чтобы не короткий, не длинный. А именно вот этот блячок, вот он, да, блячок, который на кончике носа, да, он должен быть в своем месте. Ни длиннее, ни короче. И вот сразу же, да, крылья носа. Пожалуйста, крылья. И вот идет боковушечка носа. Она светлее будет, чем спинка носа. Светлее. Так, можете второй рукой немножко помогать. У кого горбинка носа, не смущайтесь, это очень красиво и хорошо. Так, и вот здесь вот доберитесь до блика на носу, доберитесь. Протираем только свет, запомните, да? Так, может быть, чуть-чуть, я чуть-чуть ниже свой носик. Вот он. Так, а теперь очень важно, вот она скулка. Я уберу очки. И очень важно на месте поставить вот такую скулочку. Ну-ка, давайте. У кого там высокие скулы, так, тот может ближе к глазу, да, поставить. И сразу начинаем промокать. Помните, мы с вами сделали такой пейсик волос? Промокаем сразу. Уже не так ярко, да? Чуть-чуть промокаем от... Вот видите, я сняла очки, как-то легче стало. Промокаем от бровки, только очень тихо. Да, если что, то можно носочек поменять. Промокаем и смотрим еще этот... Сейчас, сейчас, секундочку. Я все-таки хочу себе, мне очень важно, добраться до головного убора. Вот он, я себе, да, обозначу наклон этой халабуды на голове, да, наклон. Я от нее буду плясать дальше, потому что тут и пейсик идет, пейсик идет вот где-то здесь, да, относительно зрачка и радужки. Эта шапочка, она накрывает немножко ухо мне. Ох! Поэтому я... Вы тоже можете обозначить, где у вас соединение с вашим головным убором. Так, и вот здесь вот ушко накрывается чуть-чуть у меня, так? Есть. Теперь... Эх, сейчас еще... Учка, а где мои носки чистые? Я что-то не вижу. Вот так, секретно. Если я сейчас... Вот это сейчас упадет. То есть я сейчас... Дай мне... Не могу. Ну, вот, наверное. Я не могу. Второй. Второй. Спасибо. Так, возьмем-ка мы еще один. Так вот уже начала у меня подать моя халабуда. Ну, ничего. Я поняла, что мне лучше рисовать без очков. Так. Ушко ваше. Вот оно. Очки в сторону. Так. Ушко. Насколько оно отстоит от вашего глаза. Ну-ка, давайте. Вот оно, да. Давайте скулочка, пейсик и ушко. Вот оно. Это насколько вы повернуты в сторону. Да? Мы уже вправо немножко повернуты. Бородочка вниз. Давайте. И вот ухо ваше. Да? Насколько оно закрыто или открыто головным убором. Так. Смотрите все-таки, чтобы он у вас украшал этот головной убор, да? Так. Мы еще немножечко можем лобик высветлить капелюшку со световой стороны. Так. Ну, все-таки кто там на нас взирает? Ай-яй-яй. Сейчас посмотрим. До похожести далековато. Идем дальше. Очень хорошо, когда мы поменяли носочек на чистый. И вот эту вот складочку, которая идет от носа. Давайте полутонально ее вот так. Раз. Вот. Которая подбивает глаз. Подбивает глазную впадину. Мы ее вот так. И тогда мы поймем, где ноздря. Вот у нас ноздря. Смотрите. Вот она. Вот она. Вот она. По канонам золотого сечения леонардовского Ноздря, если ее поднять вверх, должна уткнуться в слезник. Вот сюда вот. Ну, посмотрим, уткнется или нет, пока носик двинем. Вот так немного. Так. Скулочка. Есть. Промокнем скулочку. Сразу вторую. Помним, что вторая темная будет. Поэтому Марс можно немножко с кадмием красным, чтобы сразу дать румянчик. Да, живой человек, чтобы был. Вот он. Немножко. Немножко кадмия красного. В основном. Марс кобальт фиолетовый. И даем скулочку с теневой стороны. И она должна быть темненькая. Так. И вот за носиком тоже. Дайте чуть-чуть темноватенького. Ох. Ох. Вот. Вот образ ваш, да, начинает. Абрис. Смотрите, чтобы сильно рыжего не было, давайте немного кобальта фиолетового. Араратика дадим. Да, чтобы не было сильно рыжее. Ну и сильно черное нам тоже не надо, да. Помним, что скулочка соединится с светом. Вон он. Давайте промокать сразу. Светом подмалевка сзади, да. Вот он. Да, там шапочка как будет. Промокаем. Я не скажу, что это легко, но это очень интересно. Действуем. Второй кусочек вашего головного убора с той стороны, с теневой. Давайте мы его обозначим. Потому что без головного убора не будет этого образа. Можно даже уже начать его обозначать очень серьезно. Типа вот здесь два таких... У меня идут два таких пушистых, как бант, что ли. А потом уже... Так, я хочу в тибетский монастырь, попасть в Тибет. Я иду с каким-то головным убором, который поможет узнать тайны тибетских монастырей. Вот. Посмотрите, пожалуйста, этот фильм. Семь дней в Тибете. И вы поймете, что там люди как бедно, скромно одевались, но очень выразительно. Так, вот это вот у меня здесь мандала будет серебряная. Я потом ее, ладно? Хотя без нее, без нее, я думаю, что и взгляда не будет. Сейчас придется мне все-таки ее как бы наметить, иначе образ... Наметьте себе, пожалуйста, кто у вас... Кто вы все-таки там... Вот я головному убору придам все-таки значение, потому что тогда и взгляд... Вот я, видите, мандулу эту сделала. И там будут вот такие вот... У меня драгоценности свисать на лоб, вот так. Туда, сюда. Какие-то... И вот здесь будет одна штучка свисать. Вот она. О, видите, как только мы даем обозначение того, кто мы, то сразу же и образ будет проявляться во взгляде. Сделайте, пожалуйста, себе намек на головной убор. Чем делаем? Ну, это у каждого свой головной убор, поэтому... Кобальт зеленый, кадмик красный. Вот у вас свой головной убор, да? Значит, принадлежность вашего головного убора будет только ваша. Мой не надо рисовать, только ваш. Так. Я вот, с вашего позволения, вот эти вот хвостики, ушки себе сделаю, потому что, как только я их сделаю, значит, сразу у меня и взгляд... Ох! Взгляд будет, ну, тибетский, да? Тибетский. Почему в Тибет хочется? Там знания очень сильные, духовные у людей. Вот. Очень многие люди тибетских мастеров имеют у себя в учителях. Ну, у меня учитель в Китае. Его зовут Сюи Минтан. Это мой учитель. Я очень счастлива этому. И вот я немного вот себе сразу дам и сюда серебра немного. Вот так. Чтобы было с чем работать, так скажем. Ну что, пойдем дальше. Не надо до конца рисовать головной убор. Не надо. Намек. Только намек. Пошли дальше. Очень важно, чтобы нарисовать глаз, очень важно нарисовать правильно радужку в соединении с белком. Поэтому сейчас мы чуть-чуть ниже по щеке пройдемся. Да, давайте вот скулочка. И давайте скулочку сразу кадмий красный, кадмий оранжевый, белилка. Дадим немного румянчика себе. Потому что если не даст румянчика, это будет ну как бы мумия какая-то. Нам мумия не нужна. Нам нужен живой человек. Поэтому немного кадмия. Ну и конечно сюда тоже. Вот сюда тоже. Не надо там сильную черноту делать. А лучше вот так промокнуть румянчик. Ну где еще? Да, вот давайте там где надбровная дуга. Немного тоже кадмия красного, кадмия оранжевого. Есть. Спускаемся вниз. Если мы ухо нарисовали, то мы ищем. Вот он, лицевой угол я его называю. Хотя, может он называется по-другому. Ниже ушка спускаемся под пейсиком. Что хочется сказать. Очень важно заниматься упражнениями для глаз. Даже вот чтобы написать автопортрет, надо чтобы глаза были без очков. Так, подтягиваем вот сюда немножко темненького. Чтобы скулочка наша, смотрим, чтобы нос не был такой большой. Да, чтобы глазки были на месте. Двигаемся вниз. Вот она, да? Вот эта косточка. Сразу подушка. Давайте ухо. Мочку уха, пожалуйста. Вот она, там где серьга висит. Мочка уха. Смотрим, ухо напротив носа у нас или выше. В ухо, внутрь уха тоже можно немножко дать. Кадмия красного с марсиком. О, смотрим, какой у нас конец носа. Да, сделайте так, чтобы не видеть низ носа. Наклонитесь, подбородочек вниз. Сделайте горделевую осанку, пожалуйста. Так. Если сильно рыжая, у нас есть араратик. Сделаем темнотушку под носиком. И смотрите, чтобы это ваш носик был. Вот так. Смотрим, где там нозричка идет. Не спущаемся, что это на нас не похоже. Да, существо мы рисуем. Но стягиваем себя. Стягиваем. Будет похоже, хорошо. Не будет похоже. Мы хотя бы хоть чуть-чуть начнем действовать в этом направлении. До похожести доберемся потом. Так. Нос. Так. Есть. До похожести доберемся потом. Так. Куда мы добрались? Мы добрались до круглой мышцы рта. Давайте. Вот пошла вот эта вот. От носа к щечке пошла. Смотрите. Если слишком рыжая, добавьте кобальтика зелененького. Вы можете добавлять какую-то красочку. Да, если идет у вас не тот цвет, вы можете добавлять то кадмия красного, то кобальтика зелененького. Ну, не сильно. По чуть-чуть. Так. По большому счету это все охра. Охра должна быть. Так. Пошли дальше. Вот. Сделайте вот такое действие. Вот такое. Величина глаза тоже зависит от того, насколько вы пропорции чувствуете. Сильно большие глаза не делаете. Это тоже нехорошо. Какой-то был ужасный фильм, называется «Большие глаза». Там, где женщина рисовала больше натуральной величины портреты. И это было ужасно. Никогда не рисуйте портреты больше натуральной величины. Иначе человеческий образ перестанет быть настоящим. Так. Так. Головной убор продолжаю править немного. Бровки чуть-чуть поднимаю. Глазики смотрим, чтобы не были слишком огромные. Потому что... Вот подбородок уже. Представляете, как мы разошлись? Да? Что-то мы сильно большое все делаем. Так. Носик поменьше. Подтяните сначала. Не начинайте рот, пока не сделаете вот это тройное. Глаз. Глаз. Кончик носа. Не идите ниже. Не идите. Подтяните себе теневушечку. Так. Так. Тенька, если у вас есть, да, там. Подтяните. Мы уже долго с вами рисуем. Ничего. Это хорошо. Будьте послушны. Давайте отформируем носик. Какой он у нас там, вздернутый или какой? Давайте. Или с горбинкой. Чтобы был похож на ваш. И, конечно же, носик. Вот. Низ носика, он... Вот он, да, низ носика. Может быть, чуть-чуть меньше глазик. Вот, смотрите, косой глаз у меня получился. Поэтому я сейчас возьму кисточку и сделаю... Да, ушко тоже не надо такое большое делать. Смотрим от глазика, сколько у нас до пейсика пойдет. Какое расстояние. Здесь очень важно пропорции соблюдать. И где бровка будет заканчиваться? Ну-ка, давайте. Вот она. Видите, я даже без носочка действую. Так, как будто трогаю себя. И как бы более понятно. Ушко поменьше размером. Помним, что у нас вот подбородок где. Куда уже такие большие глаза бабахнули. Давайте чуть-чуть меньше их. Иначе у нас лицо все займет. А нам надо шею и грудину еще сделать. Так. И вот, конечно, сейчас. Две секунды еще. Вот что. Чуть-чуть уже надо. Вот она. Скулочка наша. Внутренность ушка. Вот она пойдет. То есть мы очень должны четко себе сказать. Глазная впадина с осколочкой и с ушком, чтобы были в пропорциях. Не увеличиваем. Так. Теперь дальше. Вот смотрите, вроде бы неплохо. Вот так. Теперь. Давайте. Носик воткнулся в круглую мышцу рта. Давайте. Круглая мышца рта. Вот она идет. И, конечно, вот здесь вот идет у нас такая складочка, да, которую морщиной все считают. Ну, надо с ней работать, чтобы она не была морщиной. Массажики делать себе. Массажики делать себе. Любить себя. Масочки. Так. И сейчас очень важно. нам надо до подбородка добраться именно нашим углом. У молодых девушек и парней этот угол будет, ну, как вам сказать, очень острый и красивый. У пожилых людей больше уже будет, как бы, он отвисать. И мы возраст не рисуем. Хотите себя моложе, делайте. Но все-таки надо, чтобы это мы были, а не кто другой. Правильно? Автопортрет. Чтобы мы себя узнавали. Так. Сильно сделала нос длинноватый. Выше чуть подниму. Выше чуть подниму. Вот. Ну, не я пока не я, да. Я не переживаю, что это не я. Но я вас тяну. Тяну за собой. Так. Правила. Главное, чтобы вы поняли правила. А потом будете уже, как это, за похожестью гнаться, да? Ну что? Надо чуть-чуть больше сделать. Тяжелее. Тяжелее. Давайте. Хобальт фиолетовый арарат. Кадмий красный. Рот. Сложите рот в естественное состояние. Я какое-то время не буду говорить. Очки одену. Относительно носика, среднесерединую линию не забывайте. Морщины рисовать не надо, конструкцию. Сейчас можно кобальт, арарат, марс, немного абрис лица с теневой стороны. Так, Волочка, уже, наверное, я долго, да, наверное, уже как бы... То есть, если человек продолжает, как бы, на одном дыхании, что смысл отправить? На одном дыхании и позвоночник уже. Сейчас, нам же еще надо с вами... Прошкрябать кое-что. Это не говорит о том, что прям сегодня мы максимально сделаем, а потом... У нас всего не хватит сегодня досмотреть, досмотрят запись. Дело не досмотрят, надо действовать со мной. Сколочка с той стороны тоже должна быть. Вон она. А для этого давайте вот что сделаем. Протрем. Немного фон там промокнем. Промокнем. Можно холодненьким чем-то промокнуть. Чтобы это было, как бы, наше. Кобальтиком зелененьким я немного. Ох, какую-то я восточную красавицу. Ой, позвоночник, позвоночник. Можешь капюшуську что-то чуть-чуть сделать? А то я совсем уже... Так. Повернитесь в правильную сторону и действуйте. Так, возьми капюшуську в две руки. Вот вова мне чуть разомнёт. Что-то как... Что-то они у тебя такие скользкие. Ай. Ближе к позвоночнику там есть такая... О, да-да-да, вот здесь. Да, у нас, конечно, позвоночник не может долго так терпеть. Поэтому я вам советую от учителя такое упражнение, называется гуаша. Берёте ложку с длинной ручкой и спите с ней, с этой ложкой. Делайте себе массаж везде, где только можно. Как будто вы вычерпываете болячки или застои. Вот так скажем. Всё, спасибо, девочка. Вот вова сделал массаж капюшонный. Да, микромассаж. И мы сразу смотрим, что надо сделать, чтобы всё-таки мы себя рисовали. Так, рот не должен быть слишком красный. Но давайте вспомним, что такое рот. Это яма. Да, яма в нашем черепе. Но эта яма имеет количество зубов наверху, количество зубов внизу. И потом ещё и губки имеет, да, такие. Эти губки сделаем. Верхняя губка под носом. Там посмотрите расстояние от носа до верхней губки, чтобы было ваше. Не забывайте про средне-серединную линию. Не спрыгните с неё ни в коем случае. Рот тоже будет вот на таком овале. Посмотрите, вот он. Нос тоже будет на таком овале. Вот они будут, мозречки. Да? И самое главное, вот кто, смотрите у нас, куда надо добраться. Надо добраться вот до кого. Бличок. Бличок на носу, он определяющий. Так, ну что, ротик. Падающая тенька. Помним, да? Так. Можете взять кобальт зелёный, кадмий красный и им делать ротик. Помаду рисовать не надо, а надо нарисовать его архитектуру. Чтобы он был ваш. И очень важно, чтобы была видна линия соединения верхней и нижней губки. Сделайте себя чуть-чуть улыбающейся. Не надо с вниз опущенными уголками делать, да? Мы всё-таки оптимистические с вами художники. Под ротиком делаем падающую теньку, а потом чуть-чуть света на подбородочке. Так. Конечно, нижняя губка больше будет, как бы на неё свет больше будет попадать. Теневая часть губки, прям можете, кобальт зелёный, кадмий красный, прям безбелил можете, да? Теневая часть губки, вот она пошла. Туда, в тенечку пошла. И хоть чуть-чуть улыбается такая ухмылочка. Вот, и там пойдёт ещё кусочек вашей щёчки, которая соединена со светлым световоздушной средой сзади. Тоже можете чуть-чуть холоднее сделать кобальт зелёный, кобальт фиолетовый, да? Чтобы немного отделить от лица. У меня на Фриду Кало, мне кажется, чуть-чуть из-за бровей. Ну ладно, посмотрим. Фрида Кало красивая была. Которая, кстати, очень много рисовала автопортретов своих. И что мне нравится во Фриде? Она беспрерывно себя делала арт-объектом, если вы заметили. Она носила какие-то сплетённые волосы. Ну, посмотрите фильм с Фрида Кало, с Сальмой Хаек, да? Посмотрите. Из чего я вас тоже призываю всегда делать какие-то арт-объекты из себя. Превращать себя в какой-то образ интересный. Вот чуть-чуть уже что-то есть, да? И хорошо. Сейчас, секундочку. Позвоночник. Шея. Вот она, да? Шея. Это цилиндр. Вот он. Давайте. Соединение шеи с головой не должно быть чёткое. Там идёт, во-первых, падающая тень. Во-вторых, там идёт глубина вот этого вот подбородка нашего. Так, я ещё, с вашего позволения, себе немного кобальтика зелёного, который у меня заканчивается. Так, хорошо. Ну, пока не я, пока не я, но у нас с вами ещё впереди есть лезвие. И что у нас ещё впереди есть? Пастозное масляное письмо. Так, хорошо. Шея. Вытираем только свет. Только свет. Вот. Шея, цилиндр. Свет на цилиндре тусклый. Смотрите, если рыжина пошла, у нас кобальтик зелёный есть, можно... Если какая-то краска не та идёт, значит, запачкайте другой какой-то, да? Похолоднее или потеплее. Только не трогайте собственную тень, не трогайте её. Пусть она там... Какой был подмалёвочек, пусть такой и остаётся. Так. Трогаем, трогаем. Смотрим на себя. Смотрим, как шеечка будет освещена. Так. Сильно не вытираем до белого. Пашин, покажите, что за ложка. А, ну вам покажи ложки, которые лежат у меня на этом. Смотрите. Ложку покупайте на Блашином рынке или где-то. Вот. Самые хорошие ложки. Большие. И вот почему с длинной ручкой надо? Чтобы вы могли доставать себя до позвоночника. Вот. По позвоночнику себе. Гуаша называется. Как будто вы щипываете и вы шкрябываете болезнь. Не жалейте себя. Вот. Вот. Где хотите. Хотите лицо. Хотите торс. Хотите... Там, где у вас болит, там надо разгрести эти все, как сказать, застой. Ну, это цигун. Это, пожалуйста, за мной, за Ларисой Нестеренко. Мы можем любого человека вывести на самоисцеление. Вот. Ларисочка практикует по всему земному шару. Она всю ментану помощница очень сильная. Вот. Так что, если кто-то хочет не болеть, не обращаться к врачам, идет к нам и к мастеру Сюи Ментану. Так. Зайдите в интернете, наберите слово имя Сюи Ментан. И если вы будете действовать, как он предлагает, то к врачам походы будут минимальные. Так. Вот это я чуть-чуть темнее сделала себе вот здесь под носиком, потому что мне надо контрастную светотень. И все-таки у меня щеки тоже не такие сильно надувные. Поэтому кобальт зеленый, кобальт фиолетовый. Я все-таки сделаю абрис, свой абрис, а не Вики Бубновской, как я сделала в данном случае. Так. Ведь если вы начнете портреты писать, от вас потребуют похожести. А похожесть это очень большое внимание к человеку и пропорции человека. И его дух. Недаром портретное искусство считается самым сложным в живописи. Очень трудно нарисовать человека, чтобы это был именно он. Так. Хорошо. Ну что, шея у нас, да, пошла. шеечка пошла. Так. Давайте. заканчиваем шеечку и сделайте так, чтобы у вас ваш воротник все-таки показал немножко торс. Сейчас сделаем асимметрию. рубашечка. О! Сейчас сделаю, знаете, асимметрию мне надо. Сейчас, сейчас, две секунды. О! Асимметрия. Такой, знаете, халат, восточный халат, да, с какими-то иероглифами. И, что я еще сделаю? Я сейчас шею, смотрите, вот она, шея, да, кто там у нас идет, грудинно-ключично-сосцевидная, пойдет в яремную ямку, которую, помните, мы обозначили как среднесерединную линию? Вот она. Вот она пошла. А тенюшку не трогаем, пусть вот так будет шея. Можем, конечно, потемнеть, знаете, чем? Кобальт-фиолетовый Марс. Давайте потемним немного теневую сторону шеечки. Хотите, вытяните себе шею немножко, да, для того, чтобы более монументальным был портрет, не делайте там бабушку старенькую, да, сделайте все-таки богиню, да, делайте, украшайте себя, шеечку чуть-чуть выше. Так, вот смотрите, мы сегодня пройдем минимальные действия по поводу автопортрета, а вы будете тренироваться, да, и, может быть, выйдете на уровень такой красоты относительно себя. Вы же знаете, что мы, когда фотографируемся, да, мы сохраняем только те фотографии там, где мы очень красивые, а те, которые случайные, мы уничтожаем. Так вот, чтобы выйти на уровень очень красивого своего образа, много раз надо действовать по тому, чтобы правильный ход был написания, да, вот друг за другом. Видите, я же не бросаюсь сразу писать там ключицы, да, после глаз. Я иду медленно, но верно вниз. От правильного к правильному. Я и вас за собой тяну. Так, а теперь шеечку чуть потемнее и к еремной ямке добрались. Вот она. Добрались и показали грудинно-ключично-сосцевидную немножко. Вот она, которая идет от ушка. Ну и можете немного падающую теньку утемнить. Немножко, сильно не надо. От головы на шеечку. Так, есть. Шею сильно не надо прописывать. Ну что? Распределите, как вам хочется, чтобы у вас ваше обрамление немножко выше поднять. Сейчас, секундочку. Если мы идем уже на торс, пожалуйста, поднимаем свой автопортрет на территорию глаза напротив торса. Наши глаза художника. Так? И ставим на рога и действуем четко с натуры. Прижмем, чтобы не упало. На натуре, посмотрите, посмотрите свое декольте, как вам красивее, чтобы ваша одежда вас обрамляла как-то. Очень интересно. Сделайте себе. И вот капюшонная, давайте, капюшонная. вот здесь будут среднесерединную, помните, да? Вот она среднесерединная. Вот здесь просто нарисуйте раз, два, и давайте вот так сделаем, потом, потом, так, 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 короче, территорию одежды, пожалуйста, территория одежды должна быть, ой, сейчас, секундочку, территория одежды должна быть очень, как вам сказать, сейчас, сейчас я выражусь, очень, вот у меня в данном случае не очень, сейчас я еще попробую как-то сделать ее, наверное, вот так я сделаю, сейчас, 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 территория одежды должна вас украсить, а не ухудшить, секундочку, давайте, знаете, как, вот к среднесерединной линии мы подтянемся, вот, тогда будет хорошо, и вот у нас будет торс наш, уже пошли здесь ребра, да, украшения пока не рисуем, вот, ребра пошли, и, вот они, да, под ключичками ребра, и вот здесь вот, эти ключички, знаете, что делают, они вот здесь, таким крючочком, задевают, там, лопаточную, лопаточный крючочек, там, очень интересно все происходит, по анатомии, поэтому, вот так я протираю, но не сильно у нас, вот, самое главное, да, здесь сила должна быть света, а мы с вами берем кобальт фиолетовый арарат и делаем одежду, сейчас, одежда должна украсить, не ухудшить, украсить, так, воротничок, там у меня такой пошел, потом пойдет вот такая штучка, потом будем работать с одеждой, потом, потом, сначала мы ее просто вот, как это, обозначим, вот видите, среднесерединную, пусть сходится одежда, вот так, так, а здесь вот так, очень важно вытянуть шею из торса, очень важно, идти так, а потом так, ну, я так сделаю, да, чтобы у меня было интересное соединение, плечи чуть-чуть еще более ниже делаем, чтобы, как это, царственная осанка была, царственную осанку, цепляем туда, посмотрим потом, какой там делать воротничок, или какие делать украшения, царственные осанки, может, капюшоську, там, не знаю, что получится, все, вот смотрите, да, если что-то у вас, как это, ну, получилось дико, возьмите вот так, лезвийко, и это дикое, вот так прижмите, потому что у нас автопортрет, но одежда, которая обрамляет автопортрет очень важна, кто вы, да, если вы будете обнаженное позировать, то никто не поймет, что это за человек и что вы хотите, ну, сказать, надо обязательно, чтобы элементы одежды были немного, там, если кружева, там, это одно, а если капюшон, это другое, так, и хорошо, а теперь еще чуть-чуть, вот она, да, давайте, грудина, которая тоже будет освещена, но уже не так сильно, давайте, возьму, так, капюшончик не забывайте, сильно не делайте высокие плечи, нам надо, чтобы шея была, как это, кариатидом, да, таким хорошим, и потихонечку делаем красивый вырез декольте, не забывайте сделать ключицы, прям вот, прям две полосочки, не стесняйтесь, яремная, вон она, и средне-середина линии, а к ней ребра, ребра идут, да, балетные ребра, знаете, как у балерин, у них видно прям все, ну, если у вас низкое декольте, можете немножко грудь обозначить, да, ну, если нет, то просто вот так, давайте, знаете, что, все-таки, сейчас, секундочку, мне надо падающую тень, вот она, все-таки у нас на грудину тоже идет падающая, от головы, давайте, кобальт фиолетовый Марс, так, и я смотрю, что у меня сильно большая скулочка, здесь немножко возвращаюсь, так, к себе, так, так, ну согласно устали устали но все равно работаем падающая вот она вот куда пойдет у меня падающие у меня сильно высокий свет и вот где у меня будет падающая вот на этот на лобик у меня будет падающая от вот этой вот вот этого головного убора и пусть она вот так и будет падающим так даже если мы сегодня полностью не закончим то ход действия вы уже будете знать понимаете и если вы вот доберетесь до протирания и прошкребывания то вам потом легко будет потом еще кистью мотануть и сделать такой вот легкий так сказать легкое наполнение пастозом и вы тогда будете во все оружие вот видите я немножко поджала эту падающую и и вот так и и отлично немножко успокоим грудину до чтобы она на нас как сильно не влияло нам вот надо что на нас сильно влияет это сам портрет а это уже идет как бы дополнительная информация которая обрамляет давайте вспомним фильм лучшее предложение думаю что это любимый фильм наш с джеффри рашем и вспомните когда он отдыхал он заходил к себе в тайную комнату и любовался самыми лучшими и красивыми портретами женщин самых красивых женщин во всем мире что рисуют художники всегда самых прелестных рокотов вспомните эти смолянки какие у него красивые а портрет струйской это просто такая красота и там вроде бы нету ничего такого сильно сложного вроде бы да но дух женщины в ней было хладное томление души готовой и не 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 это сейчас извините это другое а сейчас струйская которую гнобил муж она сейчас сейчас вспомню короче говоря и он показал рокотов показал ее состояние тайной грусти что она с нелюбимым человеком жила ей приходилось это все терпеть и она все равно несла свою дворянскую стать так это хорошо и дай бог памяти вспомнить этот стих ее глаза как два тумана полуулыбка полуплач ее глаза как два обмана покрыты мглою неудач помним соединение стиха и живописи четко вы можете тоже писать стихи иногда можете картины свои называть четверостишими тоже будет неплохо так хорошо теперь давайте не будем сильно помните только об одном вот она средне серединное дайте вот здесь немножко больше света дайте и помните вот кто еще важен вот она вот она ключичка теневая ключичка хорошо теперь мы с вами вернемся на второе действие которое еще больше нам сделает похожесть нас на тот образ который смотрит на вас в зеркало да ну-ка давайте возьмем знаете что а3 ой а а уже все перепутал сейчас секундочку возьмем круглого колонка номер 3 и напишем свою радужку ближе подвиньтесь к своему глазу опустите работу так чтобы вы были напротив своего глаза сейчас пойдем уточнять свой образ и скоро мы уже идем на заканчивание как бы такого быстрого автопортрета с необходимыми действиями для того чтобы потом начать пробовать дописывать ну сейчас давайте поближе сядьте пожалуйста наберите цвет который точно будет соответствовать цвету вашего глаза ну радужки поставьте пальчик и точно посмотрите ваша радужка радужка вот у меня кобальт зеленый кобальт зеленый Марс посмотрите ваша радужка насколько спрятана под верхним веком и какого она размера и сделайте пожалуйста в световом глазу просто раскрасьте вашу радужку смотрите не делайте ее сильно большой посмотрите посмотрите насколько она спрятана под верхним веком и насколько она выглядывает из под нижнего века и сколько у нее количество занимает соединение с белком вот это надо сделать и прямо сейчас и вторую радужку сделайте пожалуйста такой же поворот как был в самом начале давайте вторую радужку теперь посмотрите чтоб обе радужки смотрели в одном направлении так теперь посмотрите переносицу между радужками так радужки должны быть одного размера и они если вы чуть-чуть профиль имеете ну три четверти они должны быть больше похожи на овал так теперь действуем так возьмите пожалуйста тоненькой кисточкой намесите себе кобальт фиолетовый арарат тоненькой кисточкой и сделайте зрачок ровно посредине радужки кругленький 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 ну где-то 3 миллиметра так еще раз арарат кобальт фиолетовый держитесь за мизинчик держитесь арарат кобальт фиолетовый получится такой черненький а хотите изумрудка краплак еще чернее будет ну нет смысла не теряйте времени давайте так смотрите чтобы он был не квадратный не прямоугольный а точно кругленький если ошиблись то можно вот так поджать чуть-чуть давайте второй зрачок смотреть должна или должен я надеюсь что мужчины тоже есть с нами сейчас кто рисует автопортрет это хорошо потихоньку мужское население начинает понимать качество blade and socks art technologies посмотрите зрачочек четко посредине радужки четко есть молодцы поставили теперь этим же цветом давайте пройдемся над зрачком и над радужкой есть немножко ресничного края немножко держитесь за мизинчик и сделайте такие знаете небольшие полосочки ресничного края приоткройте верхнее веко немножко только сами ресницы не рисуйте не рисуйте иначе будет как это детский сад так вот я много нарисовала а этого нельзя поэтому я только над радужкой пожалуйста не ходите в углы глаз не ходите и теперь еще посмотрите где ваша бровка делает изгиб посмотрите и сделайте тоже это только над радужкой делается посмотрите где бровка наклонилась в вороное крыло где наклонилась вот оно и остальное можно вот так вот раз и подубрать и быстренько над вторым теневым глазиком то же самое кобальт фиолетовый эрорат без белил вот сейчас секундочку здесь у меня уже видите я запачкала будь аккуратны так и у второго глазика быстренько ресничный край приоткройте все время смотрите чтобы эти были глаза одного человека одного не другого направьте немножко в слезничок направьте если чувствуете что что-то не то надо подправить вот у меня допустим я хочу чуть-чуть больше сделать зрачочки чуть-чуть больше обычно такие зрачочки бывают знаете когда солнце яркое светит в глаза так и следующее действие да над ресничным краем над радужкой сделайте бровку мазочек бровки вот там вот все делаем только вокруг радужки или над радужкой хорошо так и подправьте пожалуйста бровку лезвий чтобы это была ваша бровка хорошо сколько было мы уже сколько времени вообще 2 часа 10 минут ой 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 надо быстрее быстрее действовать да надо наверное этот этап заканчивать ускоряемся можно еще добавить это желание хочется чтобы дописать завтра нет завтра нельзя так я хочу много себе кинуть этого ожерелья серебра кину немного это у меня мой салфетиш вы знаете его и вот у меня еще браслет мой серебряные мои амулеты которые меня защищают в жизни я вот так кобальт фиолетовый арарат кину себе свой салфетиш серебряный вот он с таким амулетом тоже здесь и в теневушку поведу мне надо это знаете как это защитить себя могу еще знаете что вот здесь какую-то серьгу свою так вот здесь тоже идут такие штучки которые помогают украсить это уже видите кто позволяет делать это уже позволяет делать радужка глаза она уже видите действует украшение потребовала сюда спускаемся вы себе тоже где-то обозначьте украшеница ваши лучше конечно иметь любимые украшения которые вам на самом деле помогают так быстренько лезвие в руки и пошли давайте следующее действие главное вытирать кончик мизинчик чтобы он не размазал все что вы нарисовали давайте прежде всего вот что сделаем подожмем работаем только с лицом сейчас подожмем все что является большим пастозом которое нам так сказать мешает так подожмем вот так вот и лезвие это одно из самых замечательных действий в этой технике давайте за мной сначала тропинку лезвия давайте за мной смотрите вот это не горшок тропинку вряд ли мы сделаем давайте за мной надбровная дуга это рисунок понимаете сейчас начинаем уже рисовать это сильнейшее удовольствие рисуем свет попадет вот куда на надбровную дугу да если он слева и сверху надбровная дуга и сразу вот куда на теневую надбровную дугу только меньше смотрите срисовывайте с себя свет много не надо но смотрите чтобы лезвия не было видно хорошо вот на этом портрете сорокалетнем моем там не видно лезвия понимаете и там нету пастоза вообще там только протирка и прошкряпка вот в том портрете я как раз и вот отвечаю на ваш вопрос где это я взяла эту технику вот как раз из портрета издалека я и взяла эту технику пришло откровение с верхних слоев атмосферы полутончика чуть-чуть взяли а теперь вот что смотрите посмотрите переносицу работаем вытирайте все время чтобы не портить переносицу работаем смотрите где на переходе от плоскости кирпича тонкой к боковой идет блик так и давайте мы этот блик разметаем вот так никогда не шкрябайте нос так так доберемся мы пожалуйста до бличка вот он нос не задирайте вниз бородочку опустите подправляйте немного подтягивайте теневушечку на на нос и с вашего позволения я немного промокну одну штучку которая вот она вот она должна в тени дойти до скулочки промокну чуть-чуть это как раз будет знаете какая штучка вот это в тени она тоже будет но темная и как раз она и покажет глубину глазницы и выведет нас на скулочку которая с румянчиком вот здесь тоже можно дать румянчик вот здесь на ровной дуге ну скажите вот или чего сделала себя такую красивую а вы тоже делайте 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 себя красавицей и вы потом будете собой любоваться и такой и становиться правильно еще подождите еще я вас научу в танце приобретать силу духа живописного это наши студентки которые близко от нас уже знают как надо двигать телом своим чтобы осознать себя как творческую личность как надо танцевать короче все поближе к нам и тогда будет чудо рождения нового художника как вот Ноночка Биттер родилась новый художник Лена Ляправо новый художник родился Таня Богомолкина новый художник родился Юлия Адукаец новый художник родился и вот следуйте их примеру тем более что мы находимся сейчас в Европе так носик носик смотрим так лезвиком или тоненькой кисточкой лучше возьмите марс сделайте ноздричку именно вашу ничью нарисуйте ноздричку вашу на своем месте так пошли дальше нижние так 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 стоп 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 Стоп, стоп, стоп. Сейчас, сейчас, сейчас. Нижнее веко. Сейчас, две секунды, очочки. Нижнее веко. Перед тем, как начать рисовать, самое сложное сейчас сделать, это соединение радужки и белка на световом глазу. Давайте еще раз залезем вот сюда немножечко лезвиком. И даже можно шкребануть саму темную территорию брови немножко. Это же волосики, да? На самом деле там кость, кость. Двигаемся. Так, никогда не рисуем уголок глаза и слезник глаза. Никогда. Только выпуклость. Выпуклость находится на радужке. Так, а теперь самое сложное. Соединение радужки с белком. Сильно бело не делайте. Белок, он кобальт зеленый. Охра светлая. Вот кто он. И сразу второй белок, который в темноте глазик. Вообще очень тихо там работаем. Так, следующий у нас пойдет. Это вот кто. Нижнее веко под радужкой. Два миллиметра. Много не надо. Два миллиметра. Толщинка нижнего века. Посмотрите, сколько закроет радужки, сколько закроет ваше нижнее веко. Ну, это портрет. Это одно из самых сложных. Еще не самое сложное. Мы же еще, помимо того, что мы с себя стягиваем светотень, мы еще пытаемся быть хоть немножко похожими, да? Так, хорошо. Вот они очечки и они мне мешают. Потому что мне надо вот кого сделать. Смотрите. Давайте залезем на самую верхушечку нашего черепа. Это после носа будет кто? Скулочка. Я ради этого даже очки сняла. Так. И спускаем сейчас с осколочки. Очень тихо возьмем новое лезвие. Пусть у вас лезвий будет, знаете, целая пачечка перед тем, как вы будете какую-либо работу делать. Не стесняйтесь лезвия запасать. Носочки тоже. У вас не должно быть облома, что нету холста, нету носков, нету лезвия. У вас все должно быть как у ноночки. У ноны всегда запас всего есть. И она в любой момент может начать писать тот холст, который ее сейчас, в данный момент, вдохновляет. Поэтому будем учиться друг у друга хорошему. Так. Вот я чуть-чуть промокну вот эту теньку, потому что она... Ну как, синяк под глазом нам не нужен, правильно? Ну и морщина тоже не нужна. Не будем ее рисовать. Ну себя тоже не сильно, как вам сказать, вылизывать. Надо все-таки смотреть, где какая мышца, где какая косточка. Вот, кстати, то, что мы делаем шкрябочкой, это и есть косточка, которая как бы становится глянцевой, да, когда мы ее шкрябаем, как бы там мало самого мышечного слоя, да, а там только кожа и кость. И вот мы это и натянутость эту и рисуем еще чуть-чуть больше надбровную дугу. О, уже проявляется. Видите, что такое лезвие делает? Лезвие начинает графикой так. Еще вокруг глазика походите, чтобы больше похожести чуть-чуть дать. Так, и спускаемся вниз. Скулочка. сильно не шкребите, так это чуть-чуть себе подсказывайте. Ушко. Ушко. Мочечка вот здесь. пайсик на месте должен быть. Так. И подбейте здесь немного здесь под ушком под ушком подбейте темненьким. Там можете серьгу себе нарисовать. Так, спускаемся вниз, но уже шкрябаем мало-мало. спускаемся. Идем к носогубной складке. Вот она. Много ее не мучаем. можете пальчиком тоже подвигать красочку. И вот кто у нас теперь будет, да? Мозречка. Уже идем на завершение. Уже все-все. Не будем больше. И вот смотрите, носогубная складка переходит в круглую мышцу рта. А мы эту круглую мышцу, смотрите, что мы с ней сделаем. Мы ее начнем мы ее начнем от ноздречки. От ноздречки. и вниз. Только смотрите, она не должна быть сильно белая. Вот самая светлая, да? Бличок. Добрались до бличка на носике. видите, мы как будто бы сильно и не рисуем, но все-таки проходимся по себе, как будто бы мы графику делаем. Спускаемся к губке верхней, по круглой мышце рта. Тоже сильно не надо светло это делать, а просто вот как бы таким очень легким движением близик. Не забывайте вот про кого. Про под носиком есть такая для стекания жидкости, такая красивая ложбиночка, и у кого ее нет, тот выглядит, ну, как сказать, как беззащитный ребенок, а у кого она есть, допустим, у Сальмы Хаек, да, она такая красивая вздернутая губка, и соединение носа с верхней губкой является чуть ли не самым красивым местом в человеческом лице. Ну, самое красивое место вы знаете, да, это соединение радужки с белком глаза, да, кто? Давайте подумаем, Бандерас, кто еще? Из женщин кто? Ну, Дженнифер Лопес, такие все мулатые, мулатые, очень красивые, почему? Не коричневые глаза, а радужка светлая, ух, то есть, а белок светлый, вот она и красота. Так, ну что, спускаемся немножко сюда, верхнюю губку, не надо ничего с ней делать, а вот нижнюю можете немножко шкарибануть по свету. Вот так. Помните, да, чем я хотела вам губки предложить делать, это как красный, кобальт, зеленый, без разбила. так, и все, будем сейчас заканчивать, спускаемся немножко вниз, совсем немножко, вот так вот, даже не упираемся в мизинчик, и начинаем тянуть тянуть вниз, только как бы как для себя, вот где губкам близко не приближаемся, спускаемся вниз, вот сюда на подбородочек, и вот шкрябочка, подбородочка еле-еле видная. Ну, конечно, рисуем себя помоложе немножко, не делаем себе там сильно большой подбородок, подгерло, не делаем. Так, вот здесь вот тоже идет небольшая мышца, вот такая вот, вот она, в преддверии подбородочной кости, вот она, подбородочная кость, вот она. Вот, посмотрите, вот мы с вами и почти добрались до шеечки. Вот. Ну, давайте немножко шеечку и будем заканчивать. Давайте. чуть выше подниму. Подустали мы, да? Ну, ничего. Это такое удовольствие. Вы, когда научитесь, когда не будете себя бояться и будете знать все правила действия, вы будете получать такое удовольствие. У нас в Одессе была очень известная классная художница, я забыла, как ее точно зовут. Она рисовала, ну, ее уже нет в живых, Лариса Нестеренко с ней дружила, она рисовала автопортреты каждый, каждый год первого января. Вот этим она славилась. Дина Фрумина, ох, Дина Фрумина, очень классная художница, ну, и ее наследство кому-то досталось, в общем, там такая нехорошая историка какая-то, такая, что у нее вроде не было наследников, но Лариса к ней ходила и она с ней была знакома и знала, что она там, Лариса мне рассказала, что она рисовала свои автопортреты, как бы знакомясь с собой каждый год она друг, как бы по-другому, я уже другой человек, как-то вот так, и вот чего и вам желаю, какой-то, допустим, день своего рождения, вы можете спокойненько рисовать свой автопортрет или день рождения вашего любимого человека, вы можете рисовать свой автопортрет, так, ну или первого числа все равно все спят после застолья и еду не надо готовить, так, ну хорошо, вот как вы себе сделаете, или вы себе будете улыбаться и царственным образом взирать на все происходящее и себя поддерживать, ведь художнику все время надо себя поддерживать внутренним стержнем, чтобы не спрыгнуть с этого действия, потому что очень многие художники пугаются, что работы не покупаются в таком количестве, сколько им хочется, и все думают, что живопись это для денег, вот, а на самом деле живопись это для того, чтобы ваш дух сиял, чтобы вы всегда придумывали новые работы, красота спасет мир, да, не будет войн, если вы будете рисовать, рисовать надо профессионально, нельзя не зная языка писать повесть или даже рассказ, надо обязательно выучить фрагментарные ситуации, надо обязательно купить Владимира Ильичева вот этот вот курс, который очень простой и дешевый череп человека и рука человека Blade & Sox Art Technologies, но без этого никуда, потому что если вы просто откроете альбом анатомический, там вам никто не расскажет, что как взаимодействуют связки в черепе, связки мышц, как что делает яремная ямка, где собачья ямка, вы знаете, где собачья ямка, вот здесь вот где-то есть собачья ямка, а ее надо рисовать, вот она, смотрите, вот она где-то вот здесь, вот она, если мы ее не нарисуем, у нас будет опять надувной шар, понимаете, и вот надо учиться у профессионалов и самому становиться профессионалом, вот так скажем. Поэтому с сегодняшнего дня мы перестаем быть любителями натюрмортов, а начинаем быть любителями изображения человеческих образов. и делаем сначала однофигурные композиции, потом двухфигурные и потом в итоге многофигурные композиции делаем и пишем прекрасные картины. Но правила натюрмортов с нами остаются. Так, ну вот серебро знаете, как делать, да? Шкребануть немножечко. Не забывайте от драгоценностей делать падающие теньки. Так, не падать, не падать. Вот мы сегодня, видите, как долго, да? Ну, это такое действие. И я вас прошу, теперь, ну, завтра чуть-чуть закончите, да, этот автопортретик и, пожалуйста, присылайте. Куда надо присылать работы? В наш чат в фейсбуке клуб живописи в Лейтенцок. Так, и что, потом, как голосовать людям? И вот, кто больше, чья работа больше всего наберет лайков, то работа и победила. Давайте и будем ставить лайки тем работам, которые вам понравятся. Вот вдруг кто-то из студентов сейчас напишет шедевр, да? А мы со своей стороны прокомментируем работы, которые понравились нам, ну, и ту работу, конечно же, которая победила. То есть вы сами будете судьями своих же ну, друзей по нашему клубу. Так, я думаю, что следующее действие мы с вами сделаем портрет с руками или с одной рукой, чтобы вы не боялись писать руки. Ну, на этом мы с вами тогда прощаемся. Спасибо вам за внимание, кто выдержал этот такой долгоиграющий мастер-класс. 2 часа 40 минут. Хорошо, если кто-то параллельно с Еленой писал свой автопортрет. Если нет, у вас всегда будет возможность посмотреть все это в записи. Павел обработает, сделает хорошее качество и выложит все это на нашем канале в YouTube. Также он сопроводит это необходимой информацией, описанием и так далее. Так что мы с вами всегда на связи. Вот, всегда рады слышать ваши пожелания. А Елену давайте покажем. Замученную Елену. Да, она, конечно, сегодня выложилась. 2 часа 40 минут без перерыва. И на что я обратил внимание, надо более фронтально поставить портрет. Фронтально, пожалуйста. На камеру. Почему? Потому что камера немножко искажает свет под углом. Она дает более холодный цвет. У нас тут как бы не такие условия, как дома. Поэтому здесь места не очень много. Поэтому уже извините то, что я имею. Вот, я его сейчас приближу. Ну, как видите, здесь совершенно другой цвет, если фронтально снимать. Ну, из-за спины, конечно, я не могу снимать так, чтобы был виден портрет фронтально. Надо, чтобы вы видели, что Елена делает. Ну, надеемся, что вы получили много информации сегодня. Мы с вами на связи, прощаемся. Всегда рады вас видеть. Елена. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»